Мы уже знаем, что для любого числа, которое больше единицы, или которое не делится ни на 2, ни на 5, есть такое вот наименьшее, да? То есть получается троп чисто периодическое. Отлично. И я хочу объяснить вам, каким образом ведет себя вот эта самая функция. Я ее написал. L от N. Наименьшая длина периода. Разумеется, для того, чтобы это сделать, мне нужно сначала разобраться с простыми числами и степенями простых чисел. Давайте объясняю, почему. Ребята, смотрите, представьте себе, что вы знаете число L от 3. Вы, кстати, его знаете или нет? Чем равняется L от 3? Да? 1 на 3, это считается L на 1. Да. L на 3, это действительно 1. Потому что 1 треть это 0,3, 3, 3, 3, 3, 3. Замечательно. Вы знаете число L от 9? Л от 9? Что? Тоже 1. Потому что 1 девятая это 0,3, а тогда 1, 1, 1, 1, 1, 1. Замечательно. Вы знаете число L от 27? А вот дальше очень интересный вопрос. А чему равняется L от 27? Смотрите, что я сейчас делаю. Прекрасно понимаю, что если я начну выписывать функцию L, то мне будет очень важно, как число разлагается на простые множители. Потому что там уже написано делимость, да? Значит, для того, чтобы разобраться с ее строением, я не буду подряд брать числа, а я буду сначала брать степени простых чисел. И, разумеется, я начал со степеней самого маленького из доступных в этой задаче простых чисел. В данном случае это число 3. Значит, если мы сейчас с вами не разберемся с числом 27, то понятно, что крош дал цена. Согласны? Потому что, ну как, если даже для 27 умеем решать задачу, значит, вообще ничего не надо. Вот. А после 27, разумеется, потом 81, а потом 243 и так далее. Я хочу разобраться сначала со степенями числа 3. Сразу после того, как я их сделаю, я разберусь со степенями числа, знаете, какого? Какое простое число не равно 2 и 5, и при этом больше 3? 7. Совершенно верно. И L от 7 – это 6. Сейчас чему равно L от 49? Чему равно L от 343? И вообще чему равно L от 7 в какой-то там степени? И здесь то же самое. Чему равно L от 81? И вообще чему равно L от 3 в степени? 1,9 – это 0 целых. И пошли запятые. А вот смотрите, как это разделить на 27? Это надо взять 111 разделить на 3. И так сделать только раз. 111 делить на 3 – это 0,3,7. Понимаете? И вот так пойдет на бесконечность. Значит, чему равен период? 3. Период, очевидно, равен 3. Следующий шаг. А вот что вы должны будете делать для числа 81? 37 вообще-то на 3 не делится. Значит, вы должны будете отсчитать 3 раза по 37 и это разделить на 3. Понимаете? Значит, здесь будет 9. И вот, господа, я утверждаю, что здесь у нас будет 3 в степени S минус 2. И вот эту теорему надо сейчас доказать. Давайте поймем на самом деле, что это такое. Что мы сейчас должны доказать? Мы должны доказать, что минимальное, такое, что 10 в степени K минус 1 делится на 3 в степени S, S это 3 в степени S минус 2. Я сейчас спокойно, очень медленно это рассказываю, для того, чтобы действительно все помню. То есть, смотрите, что мы на самом деле знаем. Мы знаем, просто я только что это делаю, что если каждый раз брать в 3 раза больше, то на 3 делиться будет. Это просто по признаку делимся на 3. Согласны? И, значит, мы знаем, что 3 в степени S минус 2 годится. А теперь вопрос. Помните ли вы, что число является делить, вот наименьшее число является делителем всех таких Х, что 10 в степени K минус 1 делится на 3, да? Значит, ответ будет обязательно степенью тройки. И вот теперь надо понять такую вещь, что когда берешь 10, возводишь в степень 3 в степени S минус 2 и вычитаешь 1, то это будет делиться на 3 в степени S, но не будет делиться на 3 в степени S плюс 1. Вот такое подтверждение мы сейчас должны доказать. Разумеется, потом мы 7 будем делать, и если вообще с виду красный пешок, будем делать то же самое. Но, но сейчас для начала давайте, давайте сделаем эту вещь. Ой, ребята, естественно, естественно, я здесь считаю, что у меня S не меньше, чем 2, потому что, посмотрите, пожалуйста, сюда, все, что я говорю, это, конечно, верно вот здесь, да? А, ну, здесь такая формула не работает. А вот начиная с S равного тфун, такая формула уже работала. Итак, доказательства этого. Конечно же, индукции в ОС. База индукции. S равно тфун. Во что превращается это утверждение? 10 в степени 3 в степени 0, то есть 10 в первой минус 1 делится на 3 в квадрате, но не делится на 3 в кубе. Это правда. 9 делится на 9, но не делится на 27. Давайте теперь выполним индукционный переход. Индукционный переход надо делать понятно какой. Предполагая, что это верно для S, надо посмотреть то же самое для S плюс 1. Пишем 10 в степени 3 в степени S минус 1 минус 1. Господа, здесь надо знать формулу разных кубов. Дело в том, что 1, это же вообще-то 1 в кубе. Давайте так напишу. Подробно. Это будет 10 в степени 3 в степени S минус 2. Все это в кубе. Минус 1 в кубе. Смотрим, что здесь есть. Это разность чисел 10 в степени 3 в степени S минус 2 минус 1 умножить на неполный квадрат суммы. 10 в степени 3 в степени S минус 2 все это в квадрате плюс 10 в степени 3 в степени S минус 2 и еще плюс 1. Вот, господа, сейчас очень важная штука. У нас есть произведение двух скобок. Нас интересует, на какую степень тройки это произведение делится. Разумеется, для этого надо понять, на какую степень тройки делятся первые множители и понять, на какую степень тройки делятся вторые множители. Так это легко. Дело в том, что это в точности то, что у нас было в базе индукции. Значит, делится на 3 в степени S, но не делится на 3 в степени S. Давайте я уже уже. 3 в степени S. Вторая скобка. А вторая скобка это просто-напросто число, записанное так. Единичка, потом несколько нулей, единичка, несколько нулей, единичка. Это число делится на 3, но не делится на 9. Все понимают? Что вот это число это просто 1 нулей, 1 нулей. И значит, мы получили то самое 3 в степени S плюс 1, как хотим. То есть, мы полностью вычислили функцию L от 3 в квадратном степени. Для любой степени мы знаем, чему она равна. Сначала 2 единички, а потом каждый раз происходит умножение на 1. Вот, господа, очень важно. догадаетесь ли вы, чему равняется L от 49 без вычисления. Если вы хотите записать 1 49, то вас интересует такое K, что 10 в K минус 1 делится на 49. По секрету скажу, 49 делится на 7. Поэтому L от 49 что обязано сделать? Обязано делиться на 6, конечно. L от 49 обязано делиться на 6. Потому что, если вы записываете, хотите записать 1 49, то вас интересует 10 в K минус 1 делится на 49. Но 49 делится на 7. А какие числа K удовлетворяют тому условие, что 10 в K минус 1 делится на 7? Те, которые делятся на 6. Значит, это число обязательно будет делиться на 6. Ну и какое же число деляющееся на 6? Как вы думаете? 42. 42. 42. Как понять? 42 это или не 42? Если вы хотите, чтобы 10 в K минус 1 делилось на 49, то оно, во всяком случае, дадут вид снасилу. Поэтому обязательно число K должно иметь вид 6 умножить на какое-то там угодно. И, господа, мы знаем, как расписывать разность M в степени минуту. Смотрите, это будет 10 в 6 в степени M минус 1 в степени M. Это вот что такое? Это 10 в 6 минус 1. Эта формула сегодня уже неоднократно выписывалась и проверяется просто раскрытием скобок. Это, собственно, для первой части нашего занятия это главная формула. плюс 10 в 6 E плюс 1. Смотрите, господа, вот это первая скобка делится на 7, но не делится на 49. Кстати, интересно, почему не делится на 49? А вот почему. 10 в 6 минус 1 это 7 умножить на 142857. Смотрите, 14 на 7 делится, 28 на 7 делится, 57 на 7 делится. Даже действительно делится. Вот. Теперь надо понять, как обстоят дела с второй ступор. Нас при этом интересует делимость на 7. Почему? Потому что если нас интересует делимость всего числа на 49, а первая скобка делится на 7, но не на 7 квадрат, значит, на самом деле нам интересно, чтобы вот это делилось на 7. И при этом каждое слагаемое какой дает остаток при делении на 7? 1. это фактически написано сумма M единиц по модулю 7. А если у нас написано здесь по модулю 7 везде единицы, значит, условие это очень простое. M должно делиться на 7. какое наименьшее число делящееся на 7? 7. Значит, ответ 42. Так вот, ребята, если сейчас немножечко подумать, то на самом деле можно будет понять, какая будет ситуация для 343 и какая ситуация будет вообще для числа 7 в степени S для любого S больше или равного единицы. Господа, когда мы будем иметь дело с числом 343, на самом деле будет все точно так же. То есть, смотрите, мы уже знаем, что 343 делится на 49, поэтому результат должен делиться на 42. И, значит, у нас будет такая штука не 10 в степени 6M, а 10 в степени 42M. Да? Ребята, я если быстро выпишу формулу, 10 в степени 42M-1 умножить на то же самое, только здесь везде вместо шестерки написано 42. И все. И все. Никакой разницы. 10 в степени 42M-1. И при этом первая скобка делится на 49, но не делится на 7 в кубе. А чтобы все произведение делилось на 7 в кубе, надо, чтобы это делилось на 7. При этом каждый из этих чисел дает остаток 1. Ну, значит, просто количество чисел должно делиться на 7, то есть M должно делиться на 7. Все. Ребята, 7 умножить на 42 это 294, по-моему. Вот. И здесь вообще получается такой ответ. 6 умножить на 7 в степени S минус 1. Мы для степени двух простых чисел сумели найти явную формулу для функции A. Теперь давайте зададим себе такой вопрос. А если у нас число это 3 в какой-то степени умножить на 7 в какой-то степени. Интересно, мы способны тогда разобраться или эту задачу нужно будет замыслить? Давайте смотрим. Смотрим. Вот представьте себе, какое число бывает? Например, 9 умножить на 49. Нас интересует, чтобы выполнялось такое условие. Дробь, знаменатель это произведение 3 в квадрате и 7 в квадрате. Смотрите, чтобы число делилось на произведение двух взаимно разных чисел, на самом деле нужно, чтобы выполнялись такие условия. Оно должно делиться на 9 и оно должно делиться на 49. Теперь соображаем, когда здесь делится на 9? Когда K любое число. Потому что L от 9 это единица, этого пункта. Когда здесь делится на 49? Когда K делится на 42. А это вместе означает просто-напросто, что K делится на 42. Господа, если вы секундочку подумаете, посмотрите, что здесь написано, то вы поймете, что когда вместо 9 и 40 делите, вы возьмете любые два числа из общих множителей, взаимно простые, представьте себе, что вы здесь пишете A и B. При этом известно, что наибольший общий делитель A и B равен единице, ну и у нас по-прежнему A и B взаимно простые десятки, там нет двоих и пятерок, то в таком случае вы сможете здесь написать делить на A, здесь написать делиться на B, здесь будет написано делиться на L от A, здесь будет написано L от B, и результат будет очень простой, K должно делиться на наименьшее общее кратное чисел L от A и L от B. Мы только что доказали замечательную теорему, поскольку она чрезвычайно важна, то давайте я ее просто вывешу явно. Если A и B это правильные числа, при этом наибольший общий делитель A и 10, наибольший общий делитель A и B и наибольший общий делитель B и 10 это единица, то L от произведения это есть наименьшее общее кратное L от A и L от B. Понятно, что наименьшее общее кратное тоже надо уметь считать, но это легко. соответственно, если мы с вами для любых степеней простых чисел решим задачу, то в таком случае все будет сделано. Мы разобрались с числом 3, мы разобрались с числом 7, сейчас надо разобраться с любым простым числом, которое больше 5.